Всем добрый день! Я во время прославления сегодня вдруг понял, почему я его так люблю. Дело в том, что когда прославляешь, поешь песни, особенно когда ты знаешь слова, ты в это время не думаешь о всех своих заботах, проблемах, которые у тебя остались где-то там дома. Ты просто радуешься и поешь и прославляешь Бога. У кого так же? Я сегодня хочу поговорить об очень важных вещах для нас, это о радости. Я хочу радоваться каждый день. Кто вообще любит радоваться и хотел бы радоваться каждый день? Я хочу радоваться каждый день. Может есть те, кто вообще не хочет этого? Я тоже думаю, что это очень важно для нас, потому что от этого зависит вообще каждый наш день. Я полазил немного по словарям, посмотреть вообще, что такое радость. И почти все словари говорят примерно так. Что радость это чувство удовлетворения внутреннего, чувство удовольствия внутреннего удовлетворения. То есть когда мы всем довольны и все нас устраивает, мы радуемся. Если я не успеху, то я не успеху. Вот, но это на самом деле звучит хорошо, но очень трудно быть довольным каждый день. Столько суеты, столько проблем окружает нас каждый день. И радость, она с утра может появляется, но уже ближе к обеду ее нет. А иногда и уже начинает с вечера, начинает на следующий день не быть радости. В первом послании к Тимофею в 6 главе говорится, «Великое приобретение быть благочестивым и довольным». Это действительно приобретение, потому что когда мы довольны, мы рады. То есть если у тебя есть правильные мотивы, и ты всем доволен, то у тебя есть радость. Но проблема в том, что есть тот, кто не заинтересован в том, что мы радовались каждый день. Он пришел в этот мир, чтобы украсть, убить и погубить. И в принципе у него это получается очень хорошо. Я как-то рассуждал вообще на тему, для чего человек зарабатывает деньги, что-то делает, чего-то добивается в своей жизни. И пришел к выводу, что конечный итог – это человек хочет, чтобы в его жизни была радость. И в принципе он говорит, что у него есть, что он будет радость. И вся его семья сытит. Он работает, зарабатывает деньги, чтобы купить. Когда он есть, он доволен, что он сытит, и вся его семья сытит. В принципе он работает, чтобы получить деньги, и обезбезть этот деньги, это не ехал, например. И когда он ехал, он смеет, потому что у него не ехал. Он покупает себе машину, и он рад, что у него хорошая машина. Он едет всей семьей отдыхать, чтобы все были радостные, чтобы все получили новые впечатления. Он мешает, который весит его в тейоли, чтобы все были радости. Но, как правило, радость у нас обычно не каждый день, а в лучшем случае один раз в месяц. И, по-другому, это не каждый день, а каждый день. В день зарплаты. В день зарплаты. А у некоторых, к сожалению, и в этот день радости нет. Потому что они понимают, что, к сожалению, на всю радость этих денег не хватит. Я хотел бы посмотреть, что об этом вообще я в рассуждениях в римлянах увидел. Что вообще, даже в римлянах есть что-то, что мы можем взять для себя для радости на каждый день. И, по-другому, мы можем взять для того, чтобы, благодаря терпению и мужеству, которое оно дает нам, мы не потеряли надежды. «Все нет». И так, что есть, мы можем взять для того, чтобы не потеряли надежды на все равномерность. Через Слово. Мы получаем, что мы получаем, и через это мы получаем текву, и текву в коже. И через это наша надежда возрастает, мы ее не теряем. Какая надежда вообще? На что надежда? В восьмом стиху говорится, «Ведь Машех стал слугою обрезанных, чтобы показать верность Бога и подтвердить, что Бог выполнил свое обещание их праотца». То есть он показал верность Бога и подтвердил, что Бог выполнил свое обещание. Здесь была для нас наниманность Иллюхи, и она была, что Иллюхи имеет верность Бога. Мы получаем надежду на то, что Божье Слово исполнится в нашей жизни. Мы видим, что говорится, что исполнилось в Слове. Мы укрепляемся в этом. Мы понимаем, что они терпели и они получили. И если мы будем терпеть, если мы будем стараться, двигаться дальше и ожидать, то Божье Слово начнет исполняться все, что тут обещано нам, в нашей жизни. Мы все не идеальны. Мы все очень разные и особенные. В римлянном говорится, поэтому принимайте друг друга как принял вас Маше ради Слава Божьей. Если мы будем акцентироваться на том, какие мы не идеальны, какие не идеальны наши соседи, наши друзья, то вместо радости на каждый день мы начнем вырывать радость от других. И, как следствие, мы не будем радоваться сами. У меня есть письмо от одной иорданской консалтинговой фирмы к Ишуа. Когда они увидели, каких учеников он избрал, то поспешили сделать свое заключение о его выборе. Они полагали, что Ишуа сделал некоторые ошибки в подборе персонала. Мы надеемся, что Ишуа делал очень много трудностей в своей новой организации. Мы надеемся, Ишуа, что все-таки принял этих 12 на руководящие позиции в своей новой организации. Мы надеемся, Ишуа, который выбрал на цвете в своей новой организации. Все они прошли серию тестов, и каждый из них получил личное заключение психолога о соответствии занимаемой должности. По мнению специалистов, у большинства ваших кандидатов недостаточно опыта образования и способностей для образуемого вами предприятия. Мы не обнаружили у них качество для работы в команде, мы бы рекомендовали вам продолжить Поиск лиц имеющих больше опыта и лидерских способностей. Например, Симон Пётр, человек эмоционально неустойчивый, с истерическими проявлениями. У Андрея абсолютно нет организаторских способностей. Только два брата, Яков и Иоанн, с сыновья Завидея, проявили личный интерес в верности организации. Фома показал себя как сомневающаяся личность, что подрывает морали в обществе. И мы считаем своим долгом предупредить вас, что Высший Комитет Иерусалимских предпринимателей внес Матфея в черный список. У Якова, сына Алфеева и Фадея обнаружены радикальные наклонности, сопровождающимися маниакально-депрессивными состояниями. Яков, сына Алфеева, сына Алфеева и Фадея, проявили личный интерес в верности. Но один из Ваших кандидатов все же имеет большой потенциал. Этот человек способный и находчивый. Он общителен и обладает качествами делового человека. Имеет связи в высшем обществе. Целеустремленный и ответственный. Из всех двенадцати мы бы посоветовали избрать Иуду Искариот. Поставьте его Вашим распорядителем и правой рукой, и Вы будете процветать. Желаю Вам, Ишу, удачи в Ваших начинаниях. Как хорошо, что Бог смотрит на наше сердце, а не на наши внешние признаки. Имеет связи в том, что мы хотели бы достичь, но не хватает даров и талантов. То мы растеряем нашу радость. Ее просто не будет. Я читаю дальше этот тринадцатый стих в Римляне. Пусть Бог источник надежды исполнит Вас радостью и миром через Вашу веру, чтобы Вы преисполнились надеждой в силе Духа Святого. Имеет веру в исполнение Божьих обитований. Мы получаем то, что приносит нам мир и радость. Почему? Потому что мы знаем, что внешние факторы, которые окружают нас, они никак не могут повлиять на то, что обещал нам Бог. И если Он обещал, что мы будем здоровы, мы будем здоровы. Если Он обещал, что у нас не будет проблем, мы будем иметь все необходимое на каждый день. Мы будем это иметь. А почему мы не имеем? Почему может быть причина? Я думаю, что потому что мы начинаем искать радость совершенно в других местах. Мы отдаем свою жизнь общему шуму, который окружает нас. И оставляем маленький кусочек тому, что действительно важно и приносит нам радость. Совершенную радость, которая не зависит от того, что происходит в моей жизни и от того, что происходит в жизни соседа. Но для того, чтобы иметь эту радость, нужно иметь знание, что обещал Бог. Что дает мне то, что я принял в Ишуа в свое сердце? Что изменится в моей жизни и что я имею по завету, который Он дал мне? Мы не имеем радость, потому что мы не копаем, мы не изучаем, мы не получаем информацию, которая имеется здесь. Поэтому каждый день мы идем работать. Раз в месяц мы получаем зарплату. Радуемся, тратим и опять идем на работу. Но есть радость на каждый день. Независимо от того, работаем мы или нет. Потому что эту радость приносит нам Дух Святой. Который говорит, что каждый день мы имеем что-то в Боге. И когда я об этом думал, я думал, ну да, это все здорово, но есть же каждый день обычные бытовые проблемы. И то, что я терпеливо и с мужеством получаю эту, не теряю надежду. И каждый день я верю, что придет что-то из этого Слова ко мне. Но я хотел бы что-то кушать до того, как я приду читать Слово. До того, как ко мне придет радость, я тоже хочу кушать. И мне пришло такое интересное место из первой Парали Паминон. 12 глава 40 стих. Там была такая ситуация, что израильские племена пришли, чтобы помазать Давида на царство. Они гуляли три дня, им собрали еды с собой какой-то. Но несмотря на царство племена, которые пришли помазать Давида. Прошли другие. И те, кто были неподалеку, вплоть до иссахака, заволона и на фалима, на ослах, верблюдах, мулах и беках, привозили им в изобилии еду. Мука, инжир, изюм, вино, масло, коров и овец, ибо радость была тогда в Израиле. Я несколько раз перечитал это место, чтобы убедиться. Вначале к ним пришла еда, а потом они радовались? Или вначале они радовались, а потом к ним все пришло? Но тут сказано, была радость в Израиле, и поэтому другие племена приехали и привезли все необходимое. Когда у нас в жизни будет радость, истинная радость, которая не зависит от факторов внешнего мира. То мы начнем замечать, что другие племена начинают привозить все необходимое в нашу жизнь. Но чтобы получить эту радость, нужно знать то, что обещано вам в этом слове. Я вдохновляю вас, копать слово и изучать, а что же вы имеете, и к чему, и где вы можете получить радость в этом слове. Я хочу сказать, что вы можете получить радость в этом слове. Я хочу сказать, что вы можете получить радость в этом слове. Аминь. 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 Продолжение следует...